Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубий Эрбалатов. Одним из важнейших вопросов в деятельности любого законодательного органа, будь то федерального или республиканского уровня, является рассмотрение и принятие соответствующего бюджета. Ведь именно от параметров этого важнейшего документа зависит качество нашей с вами жизни. Так, 4 октября в Москве в Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему о параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Дагестан на этом мероприятии представляли председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизриших Саидов, председатель Комитета Народного собрания по бюджету, финансам и налогам Сейфуллах Исаков и министр финансов Республики Дагестан Юнус Саадуев. Обсуждение бюджета проходило под руководством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По итогам слушаний участники в целом поддержали рассматриваемый федеральный бюджет и приняли ряд рекомендаций правительству Российской Федерации. 8 октября председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизриших Саидов провел совещание по текущим вопросам деятельности парламента. Был рассмотрен план законопроектной работы и ход его выполнения. Спикер парламента обратил внимание на реализацию республиканской инвестиционной программы. Депутатам, представляющим тот или иной район или город, было поручено взять на контроль сдачу соответствующих социальных объектов. В основном речь идет о школах и садиках. Был также рассмотрен ход подготовки проектов законов, предполагаемых для внесения в повестку дня очередной октябрьской сессии Народного собрания. 8 октября по поручению председателя Народного собрания первый вице-спикер парламента Сагид Ахмед Ахмедов провел рабочее совещание, посвященное ходу кадастровой оценки земельных участков. В мероприятии приняли участие депутаты республиканского парламента Алавудин Мирзабалаев, Сефлах Исаков, Мусам Ащелиев, Людмила Авшалумова, Марина Катенко, Мухудин Мухудинов, Мурат Исмаилов, представители заинтересованных министерств и ведомств. Как отметил в своем выступлении Сагид Ахмед Ахмедов, в ряде средств массовой информации остро поднимаются вопросы, связанные с резким повышением кадастровой стоимости недвижимости и земли в ряде районов, в том числе в столице республики Махачкале. Мы должны учитывать, например, Дагестан по доходам, по уровню заработной платы, один из последних мест Российской Федерации. Он сделал акцент на необходимости разъяснительной работы с населением, так как кадастровая стоимость является основой исчисления земельного и имущественного налога. О мероприятиях, проводимых в Дагестане по переоценке кадастровой стоимости объектов недвижимости, рассказал министр по земельным и имущественным отношениям Агарагим Кагиргаджиев и руководитель ГБУ Дактехкадастер Александр Бетнягин. В ходе совещания отмечено, что в ближайшее время будет организован круглый стол с привлечением экспертного сообщества. Участники круглого стола проанализируют ситуацию и предоставят свои предложения по данному вопросу. 9 октября председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Ших Саидов вручил ключи от новенького автомобиля коллективу поликлиники номер 8 в Махачкале. Такой подарок сделал депутат Республиканского парламента Муслим Индиев. В мероприятии приняли участие вице-спикер Елена Ельникова, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Висампаша Ханалиев, заместитель министра здравоохранения Салман Ахмедов, главный врач поликлиники Мали Газизов. Предваряя торжественное вручение, депутаты осмотрели помещение поликлиники, пообщались с медицинским персоналом и пациентами. Спикер парламента поинтересовался у медиков условиями работы, заработной платой, а у пациентов – качеством медицинских услуг. Последние в целом довольны работой врачей и качеством оказываемых услуг. В поликлинике функционируют три терапевтических отделения. Это отделение узких специалистов, отделение физиотерапии и функциональной диагностики. Поскольку поликлиника номер 8 обслуживает большое количество населения, это где-то порядка 70 тысяч человек, давно назрела необходимость расширения площади помещений. Мы обслуживаем сепараторный поселок, научный городок, дачное общество и поселок Ленинкент. В кабинетах сидят по два специалиста, а население растет из года в год, отметил в беседе со спикером главврач Малик Азизов. Хизриш Ксаидов, в свою очередь, заверил коллектив городской поликлиники в том, что народное собрание окажет содействие в строительстве нового здания. Затем председатель народного собрания приступил к торжественной церемонии. Под аплодисменты присутствующих он вручил ключи от автомобиля «Лада Гранта» главному врачу Малику Азизову. Включаю вам эти учения, готовы, чтобы вы могли оперативно решать те вопросы, которые возникают в вашей работе. Ну и помощь больным. Таких депутатов у нас в народном собрании много, которые помогают людям, оказывают спонсорскую помощь. Ну, это такая конкретная помощь для организации здравоохранения. Спасибо вам большое за ваше отношение к здравоохранению, к людям. И вам спасибо за вашу работу. Спасибо. Будем обязательно вам помогать. Основная наша задача – улучшить работу и организацию здравоохранения. На это указывает президент Российской Федерации. Он поблагодарил коллектив поликлиники за хорошую организацию работы и пожелал врачам успехов в их нелегком труде. 9 октября председатель Народного собрания Хизреших Саидов посетил строящийся детский сад в городе Избербаш. Его сопровождали вице-спикер парламента Елена Ельникова, председатель комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомед Кади Гасанов, заместитель главы городского округа город Избербаш Нариман Рабаданов. Депутаты ознакомились с ходом строительства детского сада на 100 мест. Участок для возведения этого социального объекта выделен за южным железнодорожным переездом города. В районе целебного источника Горячка. Строительство идет в рамках государственной программы развития образования. Спикер республиканского парламента пообщался с подрядчиками, поинтересовался организацией их работы, проблемами, с которыми они сталкиваются. По словам Наримана Рабаданова, ввод в эксплуатацию детского сада поможет решить наболевший вопрос с дефицитом мест в дошкольных учреждениях города. Было отмечено, что завершение строительства планируется к концу текущего года. 10 октября состоялось заседание Совета Старейшин при главе Республики Дагестан. В нем приняли участие спикер дагестанского парламента Хизреших Саидов, его заместители Камил Давдиев и Елена Ельникова, депутаты, работающие на профессиональной постоянной основе. Открыл заседание председатель Совета Старейшин Абдулла Магомедов. Он вручил спикеру дагестанского парламента авторский экземпляр книги «Политическое управление и политическое лидерство». В своем выступлении он отметил, что главной задачей Совета Старейшин является информирование населения об основных направлениях деятельности главы Дагестана. С этой целью в городах и районах республики 17 октября планируется проведение единого информационного дня. Затем выступили члены Совета Старейшин Гасен Балатов и Сираждин Ильясов, депутат Людмила Авшалумова. Слово для выступления было предоставлено спикеру дагестанского парламента Хизреших Саидов, который отметил, что за последнее время Дагестан стал стабильнее, республика развивается. Приход Васильева, я уже об этом говорил, учитывая доверие к нему президента Российской Федерации, это благо, потому что в Дагестан пошли инвестиции. К сожалению, некоторые ведомцы не готовы были и в прошлом году, и сегодня есть опасения того, что эти деньги не осваиваются. Это строительство детских садов, строительство школ, других социальных объектов. А занимаются этим, возглавляют эти ведомцы, дагестанцы. Изменилась ситуация, когда нужно проводить и торги, и проводить там другие какие-то процедуры. Вот к этому мы не были готовы. Сегодня вроде бы что-то налаживается, что-то там происходит, но есть надежда, что те программы, которые были обозначены в начале года и в конце прошлого года, будут в какой-то мере решены благодаря совместным действиям. Ситуация в республике меняется в лучшую сторону, благодаря доверию и поддержке, которую оказывает президент Российской Федерации, главе Дагестана Владимиру Васильеву, отметил Хизриших Саидов. На заседании было принято решение организовать выезды в города и районы республики депутатов парламента совместно с членами Совета Старейшин. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова